Девчонки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Я по-прежнему дохожусь на отдыхе, снимаю видео в такой вот дачной атмосфере. Я на самом деле здесь думала, что буду отдыхать, но хочется показывать для вас какие-то новые продукты. Я приехала сюда с миниатюрками, потому что решила не брать большие банки, а взять именно по минимуму, как обычно, по минимуму средств. Они начали уже заканчиваться. Довольно, кстати, много продуктов подвела я к концу, несмотря на то, что я вошла в 2018 год с абсолютно пустой корзинкой пустых баночек, извиняюсь за тавтологию. Но сейчас есть уже некоторые продукты, которые подошли к своему логическому завершению. Мне хотелось бы про них сегодня вам рассказать, поэтому саживайтесь поудобнее, запасайтесь вкусным чаем и поехали. Начну я с продукта, который я давным-давно на самом деле уже купила. У меня это средство, наверное, порядка 8 месяцев уже в моем арсенале. Я просто оставила его на более прохладное время, потому что летом мне не хотелось использовать именно это средство. Хотелось чего-то более легкого. Это Goodell и их гидролизированное масло, которое выглядит вот так. Это Water As Lasting Water Oil. Напишу название внизу. Для меня это сыворотка, это не масло в таком привычном понимании. В составе ферменты, ферментированные экстракты, скажем так. Здесь на самом деле хороший состав. Масло чуть более жидкое, чем привычное, скажем так, как обычно. Вот вы привыкли, да, видеть масло. То есть оно такое очень-очень легко впитывающееся в вашу кожу. Приятный очень аромат. Действительно хорошо увлажняет. Наношу его на этапе сыворотки, либо на сыворотку, если у меня есть какая-то другая, например, да, моя именно сэрум. Я наношу сверху эту вещь и далее уже крем. То есть не на последнем этапе ухода. Вещь, которая дает вам дополнительные слои увлажнения. Очень приятный продукт. И я бы его сравнивала, наверное, с маслом от Миши, Супер Аква, который тоже мне очень понравился. То есть я вообще в последнее время очень активно использую масла, но люблю как гидролизированные, то есть более легкие версии, так и масла такие более насыщенные, густые, стандартную классическую версию масла, скажем так. Полюбила я масла, вижу тоже от них на самом деле результат. Обязательно сниму видео на эту тему, потому что даже для жирной кожи я считаю, что нужно использовать масла для нахождения баланса. Далее. Далее у меня подходит к концу, еще там на несколько раз осталось, это сыворотка от Мэтт Хиппи. Это витамин С-серум, знаменитая на самом деле вещь, очень многие ее хвалят. Состав здесь действительно потрясающий. Помимо витамина С, аскорбиновой кислоты, здесь есть еще фируловая кислота и гиалуронка. Действительно, мне казалось изначально, когда я покупала, что это будет просто какой-то хит-продукт за смешные абсолютно деньги. Что я могу сказать по факту? Действительно, состав, который полон антиоксидантов, вполне возможно, что от таких средств не стоит ждать какого-то вау-результата сразу. Потому что я верю в силу антиоксидантов, я знаю, что это доказано научно, что это работает. Но антиоксиданты, они проявляют свое действие спустя определенное время. У меня был пост недавно в инстаграм про антиоксидант. Если вы, кстати, не читали, почитайте. Я там говорила о том, что смысл принятия антиоксидантов на себя внутрь или на кожу заключается на самом деле не только в том, что вы ждете сразу какой-то эффект через 2 дня, а в том, что вы начинаете спустя определенное время выглядеть лучше, чем если бы вы не использовали этот продукт. То есть это такой серый кардинал, который дает о себе знать. Он делает свою работу очень медленно, но верно. Но в конечном итоге вы начинаете замечать, что да, ваша кожа спустя определенное количество времени выглядит более свежей, более подтянутой. Я очень рекомендую подобные сыворотки для тех, у кого немножко неправильный образ жизни, кто курит, кто неправильно питается, у кого есть пигментные пятна, кто злоупотребляет солярием или солнцем. Очень рекомендую вводить активные антиоксиданты в свой уход. Но самые на самом деле активные антиоксиданты это витамин С, это многим известно. Фируловая кислота относится туда же, поэтому здесь вообще такой супер-мега-комплекс. Состав реально очень крутой. Что я могу сказать насчет плюсов этого продукта? Это, конечно, цена. На самом деле средство довольно бюджетное. Если сравнивать его с аналогичными какими-то продуктами, то очень хорошая у него стоимость. В принципе, могут многие себе его позволить. Что касается формулы, то формула здесь тоже очень приятная. Средство на самом деле не липкое, но вот с такой вот пипеткой. Довольно жидкое, хорошо впитывается. Не обладает неприятным каким-то ароматом. Наоборот, у него достаточно приятный какой-то запах, немного парфюмированный. И что мне нравится, вот самое такое, знаете, активное преимущество этого продукта, как раз в том, что его можно и днем использовать. То есть, нет какой-то вот неприятной липкости после нанесения. Но если вы с ним переборщите, он может скатываться. Вот у меня было такое недавно. Я его нанесла, наверное, чуть больше, чем должна была. И под другой косметикой он начинает скатываться. И потом у вас такие катышки по лицу. Это, конечно, не очень приятно. Но если вы его дозируете и с умом используете, я думаю, что вам этот продукт принесет больше плюсов, чем минусов. Поэтому рекомендую. Но сказать, что я увидела какой-то результат активный на себе, там как-то кожа стала светиться, не могу. И насчет увлажнения, недостаточным мне было увлажнение от него. Например, Ceramut Clare в плане увлажняющих свойств. Гораздо более крутой, на мой взгляд. И подсвечивает кожу, например, намного лучше The Ordinary. Аскорбил глюкозит 12%. Это все-таки именно составом берет. Будем надеяться, что накопительный какой-то результат есть у этого средства. Далее, опять некорейский продукт. Это The Ordinary. И это Advanced Retinoid 2%. Средство выглядит так. Все средства The Ordinary выглядят так. Поэтому, опять-таки, название просто дам вам внизу. Это такая эмульсия. Очень приятная консистенция. Это мой первый опыт знакомства с ретинолом. Я могу сказать, что он прошел очень удачно. Вот такая вот, видите, молочковая текстура у него. Практически ничем не пахнет. Хорошо увлажняет кожу. Наношу я этот продукт только вечером. И чередую с кислотами. На самом деле, сейчас я делаю такой активный курс с ретинолом. И использую только его. То есть, кислоты у меня сейчас только в виде тоника. И мне, в принципе, этого достаточно. Что хочу сказать. Ретиноид, как вы знаете, опять-таки, если вы не читали мой пост в Instagram, прочитайте. Я писала, на самом деле, вкратце про различия между ретинолом и ретиноидом. Ретиноид – это более мягкая, если объяснить на пальцах, формула ретинола. То есть, она, как правило, показана тем, у кого чувствительная кожа, у кого есть проблемы с аллергичными какими-то реакциями, проявлением аллергии на тот или иной компонент. Ретинол – довольно жесткий такой компонент в уходе. Поэтому, если вы не уверены, если вы еще только начинаете, начинайте именно с ретиноида. Вот это очень хорошая формула для того, чтобы начать. Потому что, действительно, здесь какое-то очень удачное сочетание увлажняющих компонентов. Плюс, средство реально работает как ретиноловый продукт. То есть, я просыпаюсь на утро с очень мягким, ровным цветом лица. Мне кажется, у меня стало меньше выделяться какого-то себума. Хотя кожа сейчас, в принципе, пришла в баланс, и она стала нормальной. Но, в целом, себума еще меньше стала выделяться в Т-зоне. Мне кажется, на размер пор влияет этот продукт. В целом, ждать действия от ретинола стоит спустя определенное время. Как правило, это три месяца. То есть, ретинол – это такой компонент, который проявляет себя спустя вот такой длительный период времени. Но потом получается так. Вот так вы просыпаетесь, и вы видите, что у вас другая кожа. Она стала какая-то более однородная, более ровная. Текстура стала более гладкая какая-то. Ну, то есть, вы действительно видите результат, но при этом стоит подождать. Поэтому это для тех, кто терпелив, но при этом уверен в результативности продукта. Очень рекомендую это средство. Сейчас у меня будет другой ретиноловый продукт в Сквалене. Я тоже про него расскажу. Поэтому, да, расскажите про ваши любимые продукты с ретинолом. Мне очень интересно, на самом деле, сейчас про них слушать, потому что хочется новое-новое узнавать про них. Далее. Что касается еще одного продукта, что-то у меня здесь одни корейские средства сверху собрались. Это лосьон-тоник от Марио Бедеско. Это органическая фирма. Ну, очень много натуральных компонентов в составах. Она не корейская, как я уже сказала, но очень приятное средство. У меня много таких миниатюр. От этого бренда Марио Бедеско делают много кислотных средств. У меня был и лосьон, и пенка, и для тела средство. Тоже все с кислотами. Приятное средство, небюджетное. Знаю, что есть много бюджетных аналогов, но очень мягко отшелушивает. Использовала его как тоник. Натуральный травяной аромат. В общем, если у вас есть возможность финансовая и в доступе к этому продукту, рекомендую попробовать. Приятная вещь. Не поняла любви всеобщей вот к этому бальзаму. Вот Ларош Пазе, это цикопласт для губ средства. Очень многие хвалят эту вещь. Я даже знаю, что некоторые покупают его, этот бальзам в России, кто живет за границей, потому что он не везде представлен. Я вообще не поняла, если честно, в чем фишка этого средства. Потому что для меня, например, здесь огромный совершенно расход, потому что маленького количества не хватает для того, чтобы восстановить губы. У меня не скажут, что они какие-то очень проблемные, но когда начинается холода, я вижу, что они начинают сохнуть активно. Поэтому я довольно часто использую всякие бальзамы. Мой фаворит это Laneige Sleeping Mask. Я просто про нем миллион раз уже рассказывала. Вот она просто великолепная. То есть там для меня нет ни одного минуса. Даже то, что нужно пальцем лазить. Как бы я окей с этим. Вот здесь, да, удобный носик, но сама формула очень мне напомнила Лукас Попау. Вот этот бальзам знаменитый, который содержит в себе что-то похожее на вазелин, содержит в себе минеральное масло и вообще куча всяких не очень полезных ингредиентов. Здесь, по-моему, нет минерального масла, если я не ошибаюсь. Но формула очень похожая. То есть создается пленка, а внутри губы по-прежнему остаются не такими увлажненными, как хотелось бы. Поэтому я все-таки за Laneige. Для меня это средство номер один. А вот этот продукт я не очень поняла. Расскажите, в чем фишка, если вдруг вы любите. Потому что таких очень много на самом деле. Так, дальше. Я еще также не очень поняла вот эту вот баночку от Shiseido. Когда я летела в Россию в стамбулском Duty Free, я купила мини-тревел-набор с продуктами от Shiseido. Там была линейка Benefiance, потому что я очень хотела попробовать патчи. И мне хотелось просто попробовать линейку Benefiance, потому что про нее много кто говорит. И много на самом деле тоже любителей этих продуктов. Я знаю, по крайней мере даже лично знаю, кто годами сидит на этой серии. И я вот решила взять себе этот тревел-набор. Там была пенка, софтнер, крем для лица с фактором защиты и патч один. Что касается вот этого софтнера. Люди, кто пользуется Shiseido Benefiance, пожалуйста, отметьтесь в комментариях. Расскажите, почему вам нравятся эти продукты. Первое. Космическая стоимость, которая просто на секунду неоправданная. Второе. Отвратительнейший состав. Состав просто ужасный. То есть там, помимо того, что есть спирт, там есть огромное количество всяких разных пегов, шмегов, не знаю, бутилен, гликоли и так далее. Ну, то есть реально компонентов, которые напичканы. То есть самые все неприятные и в какой-то степени, возможно, опасные компоненты. Они все напичканы в составе этого продукта. Из полезного, хотя бы вот что-то одно, я там даже не смогла найти серьезно. То есть по факту это просто жидкая водичка. Все, конечно, очень красиво сделано. Нужно отдать должное. Шисейда, японцы, молодцы в этом вопросе. Это очень жидкая такая водичка. То есть это прям средство, которое я бы советовала наносить на ватный диск и протирать, возможно, лицо. Я не смогла им пользоваться, к сожалению. Мне очень жалко свое лицо. Наносить это средство я не могу себе позволить. Потому что просто отвратительнейший запах спирта, который, ну, просто он даже супер такой активной парфюмированной дужкой не перебивается. Это пахнет как бутылка водки, извините. То есть серьезно, я не понимаю любителей этой косметики. Пенка тоже отвратительная. Пробовала я патч, тоже его особо не поняла. Поэтому простите, ребят, Шисейда точно не моя история. До этого я пробовала несколько других линейк у Шисейда. И были неплохие вещи у них, насколько я помню. У e-book есть приятные продукты. Но сказать, что нет аналога, например, в корейской косметике, который будет стоить в несколько раз дешевле, но при этом будет более приятный, я точно не могу. Поэтому однозначно, если вы до сих пор пользуетесь Шисейда, напишите. Я дам вам какой-то крутой аналог в корейской косметике. И будьте уверены, что мы с вами договоримся. Я имею в виду в том плане, что однозначно вы будете удовлетворены какой-то альтернативой. Далее. Далее у меня закончился очищающий гель от бренда Huxley. Я подарила себе на Новый год потрясающий подарок, набор миниатюр от бренда Huxley. Я показывала его в Инстаграм. И на самом деле я рекомендую вам, если есть возможность, попробовать этот миниатюрный наборчик. Потому что помимо того, что он очень красивый, там собраны самые хитовые средства от этого бренда. Это очищающий гель, который называется Be Clean, Be Moist. У них линейка очищающая вся, так называется. Туда включается вот это средство, очищающая вода и тоник для лица. И что я хочу сказать. На первом месте у всех продуктов практически, кроме, по-моему, очищающей маски, экстракт кактуса. То есть это очень высоко увлажняющий компонент, который действительно делает все продукты очень деликатными по отношению к вашей коже. Мне очень понравился этот гель. Он не пенится практически. Все средства имеют характерный такой цветочно-фиалковый какой-то запах. Приятный для меня. Действительно очень бережно, очень деликатно очищает вашу кожу. Никакого раздражения, никакой сухости. Очень-очень рекомендую эту вещь. На самом деле не очень дорогая. И приятная большая упаковка с помпой. То есть все действительно очень качественно. Вообще, ребята от Huxley меня радуют. И много продуктов могу сказать, что я для себя открыла благодаря и этому набору в том числе. Поэтому да, вот этот гель для умывания. Если вы любительница средств с пониженным pH, если вы любите, чтобы гель не пенился или пенился минимально, очень советую. Далее маска от бренда Hera из серии Aquabolic у меня закончилась. Aquabolic это увлажняющая серия. Самая у них такая знаменитая, которая подходит для всех типов кожи. Она универсальная. Она просто глубоко увлажняет вашу кожу. Это опять миниатюра из Travel Set. Тоже очень крутой Travel Set был, который представлял много-много сразу миниатюрных продуктов. Я познакомилась тоже с огромным количеством средств, которые до этого не пробовала. В том числе вот эта маска. Могу сказать, что состав у этой маски спорный. Там есть спирт в составе, но первое, она пахнет как вся серия Aquabolic. Это очень круто. Мне безумно нравится этот аромат. Я могу его нюхать и нюхать очень долго. На коже он очень приятно, очень дорого ощущается. Средство классное. Гелевая текстура отлично увлажняет кожу. Опять-таки, несмотря на то, что есть спирт в составе. Вот бывают средства со спиртом, которые не раздражают, а наоборот как-то очень круто отзываются на моей, по крайней мере, коже. Поэтому я не всегда отметаю все, что содержит спирт. Конечно, стараюсь минимизировать. Но в любом случае, если он есть, я стараюсь попробовать изначально для того, чтобы для своей кожи посмотреть, насколько это средство применимое. Эта маска мне понравилась тем, что действительно она не липкая. Она хорошо запечатывает весь уход. И плюс она еще дает дополнительное увлажнение. Абсолютно для всех типов кожи подойдет. Если хочется попробовать какую-то люкс увлажняющую ночную маску, при этом, чтобы она была не липкая, гелевая и очень легкая, вот это средство я могу вам смело рекомендовать. Далее. Подходит к концу мой обожаемый крем от Dr.Jart Kermedin. Я его уже так в такую дульку закрутила. На самом деле, средство, которое сейчас выпускается в другой упаковке, многие жалуются на новую упаковку, потому что старая была действительно, на мой взгляд, очень удачная. Такая вот аптечная туба. Средство, которое всегда, много раз я говорила о том, что всегда я стараюсь иметь его в косметичке для того, чтобы как-то привести кожу в порядок после определенных факторов воздействия на нее. Если у вас кожа реактивная, если она чувствительная, если вы проходите курс пилингов, если вы хотите просто защитный хороший крем на зиму, питательный вариант, это идеальная вещь. Я не знаю ни одного недостатка для себя, по крайней мере, в этом продукте. Видите, потрясающая вещь, есть аналоги, более бюджетные, но для меня это средство номер один. То есть, как ни крути, Dr.Jart я на одну ступень, ни с одним другим продуктом поставить для себя, по крайней мере, не могу. Знаю, что я не одна такая, поэтому дорогое средство, но имеет смысл его покупать. У него очень хороший расход, то есть, я имею в виду, его хватает надолго. Поэтому, если есть возможность, обязательно пробуйте, обязательно покупайте, потому что реально средство очень крутое. Далее. Далее я покажу вам несколько миниатюрок от бренда Summ 37. Я просто, вы знаете, так вот их в номинальном порядке сегодня продемонстрирую. Будет более подробный видеообзор на них, потому что хотелось чуть более детально остановиться на каждом из этих средств. Линейка, которая называется Hydrating Glow, мне кажется, это новая серия, потрясающее оформление. Посмотрите, какие красивые, жемчужно-глубые такие тона. Я впервые встретилась с этой линейкой совсем недавно. Мне показалось, что она не так давно вышла на рынок. Если это не так, поправьте меня. Средства, которые нацелены на глубокое увлажнение, на придание коже сияния. Для абсолютно всех типов кожи подходящие продукты. Они так себя позиционируют. То есть, средства просто для тех, кому нужно хорошее глубокое увлажнение. Ну и плюс, вы не против, чтобы ваша кожа немножко посияла, скажем так. Вкратце, средства все имеют очень легкую консистенцию, очень легкую такую текстуру, которая быстро впитывается. Я думаю, что они действительно подойдут для всех типов кожи. Просто нужно их грамотно комбинировать. То есть, для сухой кожи, например, весь вот этот набор. Куда, кстати, входит тоник, эмульсия, крем и вот такой вот сэрум. И если у вас кожа, например, жирная, то вы можете спокойно обойтись там двумя какими-то продуктами из этой линейки. Могу сказать, что это не совсем моя линейка, не совсем мои средства. Я больше люблю именно от Сум 37 получать питание. Я вижу себя именно с более питательными текстурами именно в рамках этого бренда. Но средства приятные, у них есть характерный аромат, который свойственен бренду Сум 37. Приятные средства, как обычно, Сум 37 с упаковки до запаха они все учли и дают нам просто удовольствие от использования. Действительно, средства стоят своих денег, на мой взгляд. Для какой кожи, кому больше это подойдет, обязательно смотрите в отдельном видеообзоре. Здесь не буду занимать место, скажем так, эфирное. И много продуктов от бренда Primera. Вот такая вот у меня корзина. Средства от Primera. Я тоже, наверное, их сейчас уберу в отдельное видео, сниму отдельный видеообзор. Просто хочу вам сказать, что бренд Primera это то, что для меня случилось просто в новинку в 2018 году. И я могу сказать, что это мое открытие. Очень большое открытие первого месяца 2018. Думаю, что раз первый месяц начался с такого количества открытий, он будет очень удачным этот год в плане именно новинок. Поэтому обязательно переходите по ссылке внизу и смотрите видеообзор на Primera, потому что средств огромное количество и они все очень-очень крутые. А здесь я хотела бы все это зафиналить вот такими тканевыми масками. Я приехала в Россию и для меня случился просто какой-то засушливый период, потому что моя кожа хочет масок каждый день. Несмотря на то, что я довольно активно и ранее их использовала, здесь хочется их делать каждый день, иногда по два раза в день. Потому что действительно от ветра, от батареи кожа сохнет и хочется более чего-то такого интенсивно питательного и увлажняющего. Поэтому масок довольно много, это только малая их часть. Открыла я для себя вот такие вот маски. Я, честно говоря, не знаю, как правильно произносится бренд. Я даже не буду его коверкать название. Вот здесь вот написано, я напишу обязательно внизу. У меня было две. Одна с медом, а вторая с морским жиром, с конским жиром. В общем, это маски, которые просто потрясающе воздействуют на кожу. Они могут использоваться днем, как подготавливающие, например, к макияжу. Очень приятные. У них хороший состав. У них приятная основа. Маски хорошо сидят. Они как влитые садятся на кожу. Основа не тонкая и не толстая. Она хорошо пропитана. Эссенции ни много, ни мало. Вот как нужно все. И мне очень нравится дизайн. Упаковка такая бумажная. Из какой-то плотной бумаги сделана суперские маски. Серьезно, очень рекомендую. И они довольно бюджетные. Далее. Потрясающая, просто великолепная маска от бренда Охве. Это линейка Age Recovery Essential Mask. Это маска, которая дает лифтинг. Я писала про нее в Инстаграм. Писала о том, что она потрясающе крутая. Она реально обалденная совершенно. Я не ожидала, что маска вот именно из этой линейки так мне понравится. Потому что я не могу сказать, что я сейчас вижу себя вот с, например, кремом или тонером из этой серии. Мне больше, например, нравится розовая линейка. Но маска просто какая-то космическая. Основа похожа на Доктор Джарт или на Too Cool For School. То есть такая, знаете, плотноватая основа, которая суперкруто садится на кожу. У нее еще, у самой маски есть специальную часть, которая заходит немножко на подбородок. И когда маска начинает подсыхать, такое ощущение, что у вас лицо собирается, знаете, так в кучку. Иногда, по крайней мере, мне, не знаю, как вам, иногда хочется его вот именно подсобрать. Когда, может быть, ты не выспался или много воды выпил. Оно какое-то непонятно дрябленькое такое, да? Когда нужно именно лицо вот сделать, чтобы оно такое, знаете, оп, и в кучу собралось. Вот я люблю либо маски-пленки использовать, либо вот такая вот маска. Сейчас для меня случилось открытие. Обалденно пахнет, очень много эссенции. Она кремовая, она подойдет для нормальной, сухой, склонной к сухости возрастной кожи. Если у вас тонкая кожа, очень хорошо она вам тоже зайдет, мне кажется. Как себе домой буквально. Это средство и для чувствительной кожи в том числе. Никаких раздражений. Наоборот, их стало меньше после этой маски. Покраснений, которые у меня обычно бывают, очень-очень рекомендую. Если не пробовали, прям бегите и покупайте. Вот эта вот маска абсолютно меня не впечатлила. Это Too Cool For School. Несмотря на то, что я фанат масок от Too Cool For School, извините, это вещь, которая выглядит как бабочка. То есть вот такая вот, я думала, она будет гидрогелевая, она тканевая. Очень тонкая основа тканевая. Да, она закрывает серьезно очень большую площадь. Она и на носогубке находит, получается, и зону вокруг глаз полностью покрывает. Но при этом пропитки как-то недостаточно много. Здесь есть спирт в составе. Но спирт не для того, чтобы, то есть не на втором месте, а для того, чтобы, видимо, как-то эмульгировать какие-то компоненты. Но он ощущается немножко, вот именно запах есть. И сама маска, она недостаточно увлажняющая, показалось мне. Поэтому ее я точно вам не советую. Туда же в категории «не советую» улетает маска от Nature Republic. Это Premium Silver Mask, которая с фольгой. Я тоже писала при нем в Инстаграм. Маска, которая похожа, как все написали, на кусок фольги. Она реально выглядит так. То есть она садится очень плохо на лицо, она топорщится, она не прикрывает абсолютно некоторые зоны. И она ничего не делает. Здесь есть спирт. А спирт под фольгой, мне кажется, это вообще не то, что должно быть. Вот в формате таких масок в «Деньги на ветер» лежит еще несколько таких. Придется, наверное, не знаю, что с ними сделать, выбросить. Потому что они действительно очень-очень плохие. Прям не то, что вот никакие, а прям плохие маски откровенно. Вообще с Nature Republic у меня как-то не складываются отношения. Ничего мне особо не нравится у них. Вот такие патчи от Etude House. Это коллагеновые патчи. Купила я их, потому что кто-то про них рассказывал. Я подумала, что надо брать, потому что они какие-то очень дешевые. Эти патчи состоят из тряпочки и отдельно водички. То есть водичку буквально я там из пакетика потом выгребала и намазывала на саму тканевую основу. Но они никакие, серьезно. То есть это просто вообще ни о чем выброс денег. Вот такая вот маска. Очень понравилась. Это маска из моей коробочки, которую я выпускала с 10 разными масками. Маска, которая действительно очень хорошо подходит для кожи комбинированной, склонной к воспалениям. Она приятно очень садится. И мне кажется, она действительно регулирует выделение себума. У нее очень хороший состав. Здесь есть цинтелла, здесь есть ферментированные экстракты. Очень рекомендую попробовать, если у вас кожа именно склонная к акне или есть выделение себума активное. Вот эта маска тоже мне не понравилась. Это вторая из линейки Dr. Young. Тоже какая-то она вообще непонятная. Это не липкая была, как была, например, оранжевая из этой линейки. Но здесь есть спирт, и она была вообще невнятная. Поэтому тоже однозначно мимо кассы. Вот эта маска обалденная просто. Просто шикарная вещь, которую я тоже всем советую. Это тоже маска из моей коробочки. Здесь три отсека. Здесь пенка, серум, который был успокаивающий. Он действительно очень хорошо успокаивает. Гелевая такая текстура. А маска – это просто космос. Она очень круто пропитана. Она похожа по пропитке на лидерс, но при этом мне показалось, что она еще более увлажняющая. Она очень приятно пахнет. У нее очень приятный состав. Здесь и гиалуроны, и бета-глюканы, и много-много всяких разных экстрактов, натуральных продуктов, компонентов натуральных, которые серьезно классно влияют на кожу. Прям суперкрутая вещь. Рекомендую, если не пробовали. И последняя – это маска от Laneige. Это маска очки, которая мне очень понравилась. Она действительно очень круто увлажняет зону вокруг глаз. Я ее выставляла в Instagram для того, чтобы можно посмотреть, как она выглядит. Она заполняет вот так вот всю зону. Она еще и сверху закрывает. Вот этот, кстати, проблемный участок наш с вами, да, межбровку. Хорошо садится, несмотря на то, что она тканевая. Она не отклеивается. Она очень сильно пропитана такой гелевой какой-то, гелевой эссенцией, которая обалденно увлажняет зону вокруг глаз. Разглаживает ее и под макияж хорошо садится. Ничего потом не скатывается, несмотря на то, что она прямо интенсивно увлажняющая. С ней прямо минут 30 можно ходить, она не высыхает. Рекомендую проделывать вот эту маску каким-то курсом хотя бы раз в неделю на протяжении двух-трех месяцев. Серьезно, мне кажется, ситуация под глазами. Если она у вас проблемная, она может измениться в лучшую сторону, поэтому highly recommend. Это было все. Переходите по ссылкам внизу. Там будут отдельные видеообзоры на миниатюрные наборчики Primera и Sum 37, потому что хочется про них чуть больше рассказать. А здесь уже 30 минут болтаю. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что провели это время. Надеюсь, с пользой. Увидимся в новой части видео. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok